А сейчас об этих и других событиях более подробно. За прошедший год регистрационно-экзаменационным отделом ГИБДД более 87% государственных услуг было оказано в электронном виде. Об этом начальник РЭО ГИБДД Василий Андрианов рассказал на пресс-конференции. На ней были подведены итоги года, а также озвучены изменения в законодательстве, которые напрямую коснутся автовладельцев. Времена, когда в регистрационно-экзаменационном отделе ГИБДД было не протолкнуться из-за больших очередей, ушли в прошлое. Теперь, благодаря порталу госуслуг, в режиме онлайн можно получить доступ ко многим услугам. Например, подать заявку на выдачу или замену водительского удостоверения, заполнить заявление на регистрацию автомобиля или снять его с учета при смене собственника. Причем тем, кто пока не умеет этого делать самостоятельно, помогут в РЭО ГИБДД. У нас создан центр поддержки, ну не поддержки, а помощи, так скажем, гражданам, у которых случаются затруднения в составлении заявок, регистрации на портале государственных услуг. То есть в 101-102 кабинете на первом этаже регистрационного отдела имеется кабинет, в котором сотрудники оказывают помощь в создании заявок, в создании учетных записей. Также имеется возможность подтверждения учетной записи на портале госуслуг. Ну, каждый день больше 200 по госуслугам вращается. Это больше 90% из общего потока. По итогам прошлого года было оказано более 46 тысяч государственных услуг. Из них более 40 тысяч в электронном виде. Портал госуслуг обеспечивает запись в конкретный день, в конкретное время. То есть это очень удобно. То есть вы пришли, документы у вас практически 90% в электронном виде уже готовы. Сдаете документы в назначенное время, в течение часа получаете готовые документы. Все это экономит время. Однако, говорит Василий Андреянов, водители должны знать, что с этого года на портале госуслуг произошли определенные изменения. С 1 января 2023 года скидка на портале государственных услуг за регистрацию и выдачу водительских удостоверений, она отменена, то есть перестала существовать. То есть до этого времени она была 30% скидка. Сейчас госпошина оплачивается в полном объеме. Еще одно нововведение коснется водительских удостоверений. В связи с постановлением правительства, срок действия водительских удостоверений, который заканчивается по 31 декабря 2023 года, они продлены на три года. Подводя итоги года, Василий Андреянов также отметил работу журналистов городских СМИ. В частности, почетными грамотами были награждены сразу шесть сотрудников ТВИН, которым была выражена благодарность за оперативность и качество подготовки материалов. Татьяна Артеменко, Вячеслав Гусев, телекомпания ТВИН.